Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Строители домов для погорельцев в Хакасии объявили голодовку из-за задержки заработной платы. Будем идти до последнего. Мы настроены категорично. И один только выход из этой ситуации – это полный расчет. Правительство планирует выделить регионам более 50 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог. Ежегодно на протяжении уже десятилетий в бюджете города закладываются миллионы рублей. И вроде бы как ремонт проводится, только качества нет. Незаслуженно забыты. Проект закона, предусматривающий льготы для детей войны, внесут на рассмотрение Госдумы в мае. Я выступая при отчете правительства, прямо сказал, что шестая яхта Абрамовича стоит 120 миллиардов рублей. Ровно столько не хватает для того, чтобы дети войны получили дополнительную помощь. Столицу России предложили перенести в Севастополь. Насколько целесообразна эта инициатива? Севастополь не приспособлен просто. Это в первую очередь. Ну и по значимости сделать Севастополь столицей – это несерьезно. В Хакасии строители домов для погорельцев объявили голодовку. Акцию протеста они намерены прекратить, только когда задолженности по зарплате будут погашены. Подробнее Рустам Сабанчеев. Прошел год с того момента, когда Хакасия находилась в плену у беспощадной стихии. Тогда огонь оставлял от села деревень пустые пепелища. Восстанавливать, а то и возводить заново населенные пункты приходилось строителям из разных подрядных организаций. Ближе к концу осени большинство из запланированных объектов были сданы. Вот только рассчитаться с теми, кто выполнил работы, забыли. Сотни строителей устраивали акции протеста и требовали погасить долги по зарплате. Наши требования именно к правительству, чтобы действительно вникли в наши проблемы, потому что люди остались без зарплат. Куда бы мы ни обращались, мы обошли все инстанции в Хакасии, но тем не менее на нас не обращают внимания. 23 апреля этого года в Абакане объявили голодовку 4 сотрудника компании СИП «Стройформат». После пожаров они возводили дома для погорельцев из поселка Шира и тоже остались без зарплаты. Свои требования рабочие отрисуют генеральному директору Вячеславу Демину, которого уже даже правоохранительные органы подозревают в растратах. Будем идти до последнего. Мы настроены категорично. И один только выход из этой ситуации – это полный расчет. Не только с нами, как участников этой стройки и полного состава ИТС. Это инженерно-технический состав. Ну и со всеми нашими ребятами. Потому что у всех мастеров, которые работали в этой организации, свой строительный состав. Пока участники голодовки на состояние здоровья не жалуются. Периодически их допрашивают сотрудники Следственного комитета. К акции протеста еще накануне ее начала изъявили желание присоединиться и многие другие обманутые строители. Наши работники звонят нам, почему мы собрались здесь инженерно-техническим составом. Потому что для чего подвергать людей? Они и так пострадали. Они пострадали. Они всю зиму просидели без денег, пронадеясь на нас. И мы в ответе за них ответ несем. То есть не хотим подвергать им каким-то, может даже, критическим ситуациям в этой голодовке. Члены местного отделения КПРФ призывают региональных и федеральных чиновников обратить внимание на ситуацию, в которой оказались рабочие. Сегодня строители довели до крайней меры. Они вышли на голодовку. И мы, я так понимаю, опять услышим от властей, что они шантажисты, что они преследуют какие-то свои корыстные цели. Хватит слов, хватит обещаний. Верните строителям их трудом заработанные деньги. Пока же честно ответить на вопрос рабочих, когда будут погашены долги, чиновники и руководители компании не смогли. А значит, голодовка будет продолжаться. Рустам Сабанчеев, Красная линия. Правительство России разрешило госкомпаниям засекречивать часть годовой отчетности. Теперь они могут самостоятельно решать, какая информация является коммерческой тайной, а какая нет. Соответствующее разрешение было получено от Минэкономразвития. В конце февраля топ-менеджеры компании «Ростнефть» выразили недовольство обязательной публикации коммерческой тайны в годовых отчетах госкомпаний. «Объем и степень детализации информации, раскрываемая госкомпанией, существенно превышает объем раскрытия в отчетах частных российских и крупнейших зарубежных компаний». «Ростнефть» отказывалась раскрывать цели своей долгосрочной программы развития и данные о продаже непрофильных активов. В Министерстве экономического развития пошли навстречу топ-менеджерам и даже больше разрешили не публиковать сведения об эффективности руководства госкомпаний. Подобные послабления для крупнейших российских холдингов серьезно подрывают доверие к действующей власти, о чем давно предупреждали эксперты. «Нам бы сейчас надо сплотиться вместе с властью, но власть по отношению к нам проводит такую политику, которая не допускает нашего сплачивания с ней. Вот трагический конфликт нынешней ситуации. Значит, либо власть одумывается, и мы все вместе, как говорил президент, единые. Но единые – это не значит, что мы с вами смиримся и готовы будем отстегивать Ротенбергам. Это значит, единые, наоборот, Ротенберги, Тимченки и прочие, Абрамовичи, должны как-то поступить своими сверхприбылями ради нашего единства». МВД России заплатит 3 миллиона рублей за сведения об убийстве полицейского и его семьи в Самарской области. Как стало известно, 24 апреля утром в одном из домов в селе Ивашевка были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Оставшаяся в живых девочка 2009 года рождения была доставлена в больницу. Коротко о других новостях в России. Интерпол может снова объявить в международный розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Об этом сообщает Интерфакс. Решение будет пересмотрено в случае, если российские следователи предоставят дополнительные материалы о причастности Ходорковского к делу об убийстве бывшего мэра Нефтьюганска Владимира Петухова. Учредитель рыбокомбината «Островной» Юрий Белкин объявлен в международный розыск и заочно арестован. Как сообщил заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин, по материалам проверок предприятия на шикотане возбуждено шесть уголовных дел. Следственный комитет России начал проверку о задолженности по зарплате вахтовикам из Алтайского Заринска. Речь идет о сумме более 100 тысяч рублей. Ранее рабочие написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором сообщили о невыплате зарплаты с января 2016 года. Российские авиакомпании снизили общий пассажиропоток в марте 2016 года более чем на 2%. Количество международных перевозок упало на 21%. На внутрироссийских направлениях зафиксирован рост на 11%, сообщили в Росавиации. Корпорация «Роснано» осуществила в прошлом году выход из 8 инвестпроектов с превышением уровня расходов на 13 миллиардов рублей. Об этом заявили в счетной палате. Сообщается, что общий объем финансирования кризисных проектов составил более 60 миллиардов рублей. Жители Челябинска активно обсуждают в социальных сетях приезд Дмитрия Медведева. Горожане отмечают, что в день рабочего визита премьер-министра дышать в Челябинске стало легче, воздух на редкость чист. По их мнению, местные предприятия сократили объемы работы на момент визита главы Кабмина и приостановили процесс выброса вредных отходов в атмосферу. В шутку, горожане предлагают купить квартиру в столице Южного Урала для председателя правительства России. Если в Челябинск хотя бы на полгода перенести столицу России, возможно, и уровень жизни на Урале повысится в разы. Смотрите далее в нашей программе. Столицу России предложили перенести в Севастополь. Насколько целесообразна эта инициатива? Можно ли просто так перенести столицу? В студии нашей программы российский политолог Дмитрий Бабич. Перенести столицу России из Москвы в Севастополь. С таким предложением обратился к премьер-министру председатель Совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник. По его мнению, подобное решение позволит ускорить процесс международного признания Крыма как части России и увеличить темпы развития полуострова. Шансы Севастополя стать главным городом страны изучал Сергей Смирнов. Лавры Петра Первого многим не дают покоя и по сей день. Поэтому инициативы вновь перенести столицу из Москвы в другой город звучат с завидной регулярностью. В качестве возможных вариантов предлагались такие города, как Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток и даже Магадан. А спустя два года после воссоединения Крыма с Россией появилась идея главным городом страны сделать Севастополь. 18 марта мы отпраздновали два года. 93% населения поддержало эту инициативу. Но вся эта сухая статистика не передает того народного ликования, которое было в нашей стране. Наверное, с момента последних 20 лет, это первое, что так подняло под реализм душа населения, веру в свою власть и поддержка власти. Поэтому мы решили подойти к такой идее. Это даст решение вопросов многих. То есть это даст, мы представим, что это падение экономических санкций. Потому что при перевести ситуацию к столицу, они будут понимать, что больше ничего нельзя сделать с этим. Анализом инициативы сейчас занимается Министерство юстиции. В ведомстве отметили, что вопрос о переносе российской столицы в Севастополь должен быть очень хорошо изучен. Необходимо учесть все политические, экономические и военные риски, связанные с таким решением. А их рисков крайне много, уверены эксперты. Крым на протяжении веков был яблоком раздора. Но зачем туда переносить столицу, на которую будут постоянно охотиться то НАТО, то Антанта, то турки, то еще кто-то. Мы без конца там будем воевать, охранять свою страну и свою столицу. По мнению специалистов, Севастополь просто не готов выполнять функции столичного города. Уровень развития его инфраструктуры даже отчасти не соответствует тем требованиям, которые сегодня предъявляются к главному городу любой страны. Сегодня те качества, которые свойственны столице, а именно безопасная среда, комфортная для проживания, развитая транспортная инфраструктура, как внутренняя, так и внешняя, финансово-экономическая система, развитая и доступная. Это как раз таки во многом преимущество Москвы сегодня, а не Севастополя. Создать необходимую инфраструктуру в крымском городе возможно, причем всего за несколько лет. Опыт строек федерального масштаба у страны есть. Примером служит Сочинская Олимпиада. Но и инвестиций перенос в столице потребует не меньше. Если там все начать строить, я думаю, что мы должны будем затратить десятки миллиардов долларов. Потому что надо будет построить все правительственные здания, потом, соответственно, обеспечить переезд всех людей, которые работают. А это большое количество людей. Инфраструктуру сделать так, чтобы можно было сообщаться легко. Но это просто совершенно безумные траты денег в тот момент, когда страна переживает как раз тяжелый момент в своей истории. Идея о переносе столицы не вызвала энтузиазма не только у архитекторов и экономистов. Против подобной инициативы выступают жители самого Севастополя. Категорически против. Вы же видели город и видели Москву. Во что превратится Севастополь? Он просто погибнет. Чисто физически. Нельзя этого делать. Переносе столицы предполагает не только одно название, правильно? Предполагает ряд учреждений, правительства и так далее. Севастополь не приспособлен просто. Это в первую очередь. Ну и по значимости сделать Севастополь столицей, ну это несерьезно. Ну я считаю, что нецелесообразно это очень переносить. Ну Москва как бы была столицей России. Ну тут просто не о чем говорить. В Севастопольском горкоме КПРФ подобные инициативы считают попыткой отвлечь внимание от действительно важных вопросов. Лучше бы сконцентрировать те федеральные ресурсы, которые поступают в наш город, на решение самых элементарных проблем. Ремонт дорог, ремонт жилого фонда, улучшение системы здравоохранения. Вот чем надо заниматься, а не какими-то совершенно нереальными идеями. Севастополь при желании может стать столицей России. В первую очередь геополитической. Впрочем, мало россиян интересуются геополитикой. По последним опросам в ЦИОМ, таких всего 4%. Прочих занимают исключительно социальные проблемы. Если перенос столицы поможет поднять зарплаты и пенсии, улучшит жилищные условия людей, поднимет уровень медицины и образования, то столицу безусловно нужно переносить. Причем делать это как можно чаще. Сергей Смирнов, Николай Домрин, «Красная линия». Гость нашей программы – журналист-международник, политический обозреватель и радиоспутник Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какой существует международный опыт переноса столицы государства из одного города в другой? И какие существуют положительные и отрицательные стороны этого процесса? Ну, из последних событий этого ряда можно выделить, скажем, Казахстан, где столица была перенесена из Алма-Аты в город Астану, бывший Целиноград. Но там это было вызвано немножко политическими причинами. То есть Назарбаеву нужно было укрепить свою власть, свой контроль над северными территориями, населенными русским населением. Плюс Алма-Ате просто некуда было расти. Другой интересный пример – это из Бонна столица вернулась в Берлин, столица Германии. Хотя это стоило больших денег, но для немцев это имело большое символическое значение. Это было неким восстановлением нормальности. И, извините, немножко тут есть и великодержавный момент, потому что Бонн – маленький город и воспринимался как маленькая уютная столица, относительно маленького мирного государства. Нынешняя Германия – это совсем другое. Для России тут выбора большого нет. У нас Москва, Питер – оба огромные мегаполисы. Но, тем не менее, существует такое мнение, что Москва уже переросла в это звание столицы. И, наверное, жить в Москве не совсем комфортно. Да, экология плохая, цены высокие, расстояния огромные. И существуют такие идеи в обществе, чтобы перенести столицу России из Москвы в какой-то другой город. Как вы считаете, насколько это обусловлено с точки зрения социальных, экономических и геополитических факторов? Когда чиновники хотят жить так, чтобы им не видеть никаких следов Советского Союза, это чудовищно. Мы это видели на примере Сколкова. Помните, Сурков говорил, что мы там вообще сделаем так, чтобы не было ни одного советского здания в радиусе 10 километров. А вот эти идеи перенести столицу в Красноярск или в Крым, или еще в какую-то другую территорию, ну, во-первых, это антиисторично, потому что столицы там никогда не было. А вернуть в Петербург, ну, просто глуповато, потому что в свое время, в 1918 году, абсолютно правильно было принято решение с военной точки зрения. Петербург уязвим с моря. Это все равно, что свое сердце размещать в передней фаланге пальца. А вот что вы думаете по поводу Севастополя? Эксперты высказываются о том, что можно и туда перенести столицу России. И, может быть, это такой шанс поменять нашу политическую элиту, потому что явно ведь не все туда поедут. Мне кажется, что это показывает некоторую, извините, слабость нашего государства и довольно абсурдную ситуацию в верхах. Потому что с точки зрения военной это очень опасно, потому что и воду могут отрезать с Украины, и газ, и электричество, как мы это прекрасно видели. Если же мы просто не можем, скажем, избавиться от предателей, иначе как перенеся столицу в Севастополь, тогда это просто показывает полную неадекватность нашего нынешнего государства. Я вот недавно вернулся из Крыма, и там большая проблема. Не действуют карточки, банковские карточки. Российские банки, управляемые олигархами, не хотят там работать, потому что боятся попасть под санкции. Получается, что они нашего государства, вот нас с вами, они боятся намного меньше, чем каких-то дядечек, с которыми у них связи по системе виза. Но это полное безобразие, с которым в конце концов президент должен когда-нибудь будет что-то сделать. Дмитрий Олегович, спасибо большое за беседу, спасибо большое, что пришли к нам. Я напоминаю, что гость нашей программы – журналист-международник, политический обозреватель «Радио Спутник» Дмитрий Бабич. Смотрите далее в информационной программе «Темы дня». Правительство планирует выделить регионам более 50 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог. Незаслуженно забыты. Проект закона, предусматривающий льготы для детей войны, внесут на рассмотрение Госдумы в мае. Уже не первый год КПРФ добивается принятия Госдумы закона о детях войны, который предполагает введение льгот для этой категории граждан. Однако пока проект закона так и не был принят. Об этом говорили на Втором съезде Всероссийской общественной организации «Дети войны». Об итогах его работы расскажет Марина Крохмаль. Не ветераны, не труженики тыла, а дети войны. Те, кому не исполнилось 14 лет, когда она началась. Или рожденные в годы Великой Отечественной. 130 делегатов Второго съезда общественной организации «Дети войны» представляют интересы таких же, как они. Тех, чье детство пришлось на военные годы. Вот лежит мой портрет моего отца, с которым я более 50 лет хожу и отмечаю День Победы. Потому что мой отец погиб, без вести пропал. Только спустя 65 лет после окончания Великой Отечественной Александр Алексеевич Шишов узнал, где и при каких обстоятельствах погиб его отец. 29-летний сержант Алексей Шишов умер в концлагере в октябре 1942 года. Тяжелые послевоенные годы Александру Алексеевичу скрашивала гармонь, которую ему подарил отец перед самым уходом на фронт. Он стал заслуженным гармонистом России. В основном в репертуаре песни и частушки на военную тему. Мой отец погиб твою за родину за Сталина. Разрывная немца пуля умирать заставила. На съезде обсуждали законопроект о детях войны, который коммунисты предлагают к принятию в Госдуме уже не первый год. Документ предполагает введение социальных льгот. Ежемесячные денежные выплаты. Я обсуждал на всех уровнях. И с президентом, и с премьером. Вроде бы согласны, а начинаем голосовать. Единая Россия прячется или за кнопки не нажимает. Или проваливает этот документ. Я выступаю при отчете правительства. Прямо сказал. Шестая яхта Абрамовича стоит 120 миллиардов рублей. Ровно столько не хватает для того, чтобы дети войны получили дополнительную помощь. Так сложилось. За статус дети войны им приходится бороться. Сегодня общественная организация работает в 83 регионах страны. От Якутии до Калининграда. Голод помню. В 60-е годы чуть легче стало. Мы все время кушать хотели. Это я точно помню. Что это значит? Это чтобы облегчить жизнь детям войны. Участники съезда выразили недоверие правительству и его председателю Дмитрию Медведеву. Они потребовали принять закон, предоставляющий детям войны заслуженные льготы. Его проект снова будут обсуждать в Думе 12 мая. Марина Крохмаль, Сергей Каверин, Красная линия. Вопрос о российской агрессии будет главным на повестке дня предстоящего заседания Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, сообщают американские СМИ. Предполагается, что на финансирование сдерживания Москвы американские власти готовы потратить почти 3,5 миллиарда долларов. Коротко о других международных новостях. Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к совместному решению по вопросу отмены антироссийских санкций. Сообщается, что в случае выполнения Москвы обязательств по Минским соглашениям санкции могут быть сняты. Напомним, что ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не ожидает от западных стран отмены санкций в ближайшее время. МВД Молдавии возложило ответственность за воскресные беспорядки в Кишиневе на организаторов акции протеста. Как сообщается, манифестанты потребовали проведения новых президентских выборов и отставки правительства. Британская телерадиокорпорация BBC анонсировала показ фильма о крушении малазийского Боинга в Донбассе. Как сообщают СМИ, создатели документального кино представят самые разные версии катастрофы – от атаки украинских ВВС до теракта, устроенного агентами ЦРУ. В Сирии около 600 боевиков присоединились к режиму перемирия. Известно, что группировки, в которых они состоят, контролировали район города Рухеева в провинции Дамаск. Отметим, что данное соглашение гарантирует прекращение огня и распространение режима перемирия на соседние города. В Кузоватовском районе Ульяновской области в течение двух лет не ходили электрички. Местные жители собирали подписи, писали в различные инстанции и все-таки добились своего. С подробностями Денис Чербаков. В марте мы рассказывали о проблемах жителей региона. Отмена пригородных поездов лишила их возможности ездить на работу и учебу, в больницу и за покупками. Дополнительные автобусы ситуацию не меняли. У нас два года не ходили электрички. Люди обращались во все инстанции, но результата никакого не было. И здесь у нас есть один активист, Куратов и Геннадий. Он начал собирать подписи за то, чтобы пустили электрички. Потому что были оторваны четыре района. Геннадий Куратов одних только писем в разные инстанции написал несколько десятков. Собрал 1225 подписей жителей поселка и обратился за помощью в КПРФ. Пять писем президента я писал. Писал я письма, письма Якунина писал, писал Матведенко писал письма. Башкортостан, после Сабарской железной дороги. Также и министерство транспорта писал я, когда Якунин там был. Вот им все. Человек закон писал. После наших обращений, после мытарств по различным инстанциям, власть наконец-то решила открыть движение электричек. Кстати, уступка властей – это всего лишь одна единственная электричка, которая идет с Изрань и обратно. Пустили маршрут Инза-Сызрань в ранняя электричка, проходит в 4.55 в Москве и возвращается в 19.05 на Инзу. Ну, еще бы можно бы одну электричку, потому что днем на Инзу не с чем уехать людям. С дорогами в регионе проблемы, и не только с железными. Накануне КПРФ провела акцию «Пробитое колесо для губернатора». К зданию областного правительства принесли старые покрышки, измочаленные и пробитые на этих самых дорогах. Сегодня Ульяновская область стала такой меккой убитых дорог. И не надо говорить про то, что везде так. К сожалению, нет. Вы можете выехать за пределы Ульяновской области, переехать в все наши соседние регионы. Дорога становится намного лучше, во всяком случае магистральной. Это первое. Второе, регулярно даже в городе Ульяновске порядка 500 миллионов рублей тратится на ремонт. И несмотря на это, дороги через год опять разбиты. Хотя гарантийный срок – 5 лет. А фирмы-однодневки привлечь к ответственности невозможно. Приходится вновь ездить по ямам. Хуже я не видел нигде. На уровне, пожалуй, только Волгоград. Хуже нигде. Был во многих городах. В Волгограде действительно дела с дорогами обстоят еще хуже. Деньги на их ремонт выделяются в огромном количестве. Однако о качестве говорить даже не приходится. Продолжит тему Никита Попов. Вместе со снегом в городе сошел асфальт. Шутят местные автолюбители. Туристы, которые приезжают посмотреть на Мамаев курган, говорят о том, что магистрали в городе-герои остались еще со времен войны. Волгоградские дороги наряду с памятниками архитектуры уже давно стали достопримечательностью. Только самих волгоградцев такая слава не радует. Плохие дороги представляют опасность не только для пассажиров, но и для пешеходов. ГИБДД неоднократно призывало власти привести дорожное покрытие в порядок. Ведь каждая третья авария в городе происходит из-за плохого состояния дорог. Городские власти обычно комментируют плохое качество дорог. Это особенностью. Особенностью климата, почвы и каких-то других необыкновенных особенностей, которые стали происходить именно после развала Советского Союза. В администрации Волгограда заявляют, что на капитальный ремонт дорог не хватает денег. Тем не менее, средства выделяются ежегодно, причем немаленькие. Однако до цели доходит в лучшем случае половина. Остальные деньги перераспределяются на другие нужды. Ежегодно, на протяжении уже десятилетий, в бюджете города закладываются миллионы рублей. И вроде бы как ремонт проводится, только качества нет. Надежда на то, что ситуация изменится к лучшему, все же есть. На недавнем заседании правительства Дмитрий Медведев пообещал, что на реконструкцию и строительство дорог будет выделено более 50 миллиардов рублей. Большая часть из этой суммы пойдет на региональные дороги. Более 34 миллиардов рублей выделяются на приведение в порядок дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Это та тема, которая сейчас абсолютно актуальна. 34 миллиарда рублей. Это много или мало? Увидим по состоянию волгоградских дорог. Никита Попов и Екатерина Иваненко. Красная линия. Президент России Владимир Путин предложил избавиться от дураков, чтобы решить проблему плохих дорог в стране. Соответствующее заявление он сделал, выступая на пленарном заседании форума Общероссийского народного фронта. Бежкороле. Цитата. «Вот можно до 2021 года избавиться от дураков. Таким образом избавиться от плохих дорог». Конец цитаты. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова